Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Сейчас обо всем подробно. Заблудился на столбах в Красноярске. Уже два дня ищут туриста, который потерялся в заповеднике. Причем мужчина сам позвонил спасателям и сообщил, что заблудился на одной из троп и не может найти дорогу обратно. Как рассказали сотрудники ведомства, на тот момент турист находился в районе Копьевской горы за вторым столбом. Эту часть заповедника, рассказывают спасатели, посещают редко. Сотрудники МЧС уже проверили все тропы, ведущие к этому перевалу. Однако ни найти туриста, ни установить с ним связь пока не удалось. Добавлю, что на прошедших выходных в заповеднике пострадали еще двое посетителей. Один повредил ногу у центрального входа, и девушка также получила травму у восточного входа на столбы. Оставила младенца в подъезде. Сотрудники полиции разыскивают мать, которая оставила новорожденного ребенка на подоконнике в подъезде. Мальчика в одной рубашке обнаружили сотрудники МВД по краю в одном из домов Краснотуранского района. Ребенка в тяжелом состоянии с переохлаждением доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют женщин, состоящих на учете в женской консультации, и опрашивают местных жителей. Добавлю, что в минувшую пятницу в Красноярске сразу две матери оставили своих детей в опасности. Первая закрыла детей дома и ушла за выпивкой. Другая потеряла дочку, возвращаясь из гостей. Уголовное наказание за смог. В Челябинске завели уголовное дело из-за загрязнения атмосферы в городе. Специалисты обнаружили, предприятия нарушают правила выброса в атмосферу вредных веществ. Сотрудники прокуратуры выявили трехкратное превышение сразу в нескольких районах города в режим неблагоприятных метеоусловий. А вот в Красноярске ситуация с мертвой точки не сдвигается. Последний раз на сильный туман красноярцы жаловались в пятницу. Кто и как отреагировал, знает моя коллега Алена Крашенинникова. В пятницу вечером действительно оба берега Красноярска заволок густой и дурно пахнущий туман. Вот такие кадры нам присылали жители улиц 9 Мая, Щерса, Шумятского, Космонавтов, улицы Парусной, микрорайоны Черемушки и других районов города. В первую очередь на проблему отреагировали экологи-общественники. Они выезжали и делали замеры. Чем же мы дышали в минувшую пятницу, нам рассказал сегодня сопредседатель Красноярска фронта Сергей Шахматов. Давайте послушаем. Мы специально еще подняли квадрокоптер. Ребята-экологи подняли вот эти беспилотники. И увидели, что с ТЭЦ-1 почему-то в такой закономерности все выбросы шли ровно через Енисей на взлетку из Северной. То есть мы не можем там говорить, конечно, сейчас о том, что там все вот это вот затуманивание, вот этот смог был только лишь из-за ТЭЦ. Мы сделали специально, сняли пробы на металлы. Мы же знаем специфику металлическую угля, то есть отопление на угле. Мы знаем специфику по металлам алюминиевого производства. Соответственно, есть специфика у автотранспорта. А я напомню, что все ТЭЦ ходят в структуру СГК, и сегодня мы обратились к ним за комментарием. Нам пояснили, что спутать такие пробы очень легко. Автомобильные, выхлопы от автомобилей и угольные отходы очень похожи между собой. Давайте послушаем. Что касается Красноярска ТЭЦ-1, то она работает в пределах нормативов, предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. И превышений нормативов у нас нет. Выбросы всех предприятий теплогенерации, как ТЭЦ, котельных схожи с выбросами автомобильного транспорта. И, как правило, лабораторное исследование, забор проб для анализа производится на высоте до полутора метров. То есть можно предполагать, что, скорее всего, анализируются выбросы автомобильного транспорта. Ну, результаты проверки экологов будут готовы буквально через два дня. Ну, активисты замеряли также воздух и возле Краза. Но так как ветер в то время дул не на город, а от него, получить результат, определить были ли превышения, к сожалению, не удалось. Алена, а что говорят в Министерстве природных ресурсов? Там удалось выявить причины этого зловонного тумана? Ну, пока результаты проверки еще не опубликованы, их никуда не подавали. Но, тем не менее, Минприрода также выезжала на превышение в пятницу, и они тоже зафиксировали некоторые результаты. Вот, например, превышение диоксида серы в солнечном, оксида и диоксида азота в микрорайоне Черемушки. Но вот источник вот этого загрязнения они пока еще не определили. Нам также пояснили, что если превышения будут зафиксированы в отношении СГК, то проверку будет проводить Росприроднадзор. Но вот если виноваты в загрязнении воздуха окажутся котельные, то тогда сначала Минприроды выйдет с рейдом на передвижную лабораторию, а уже по результатам этого рейда они будут проводить внеплановые проверки. Ну, а тем временем красноярцы очень активно начали подписывать петицию. Там они пишут, что самый восточный миллионник России медленно умирает. В ней автор призывает отказываться от котельных и переходить на газ. Петицию планируют отправить Минэнерго, Газпром и правительство. Документы уже подписали 49 тысяч человек, 49 тысяч 928 участников, простите. Ну, а правда не ясно пока сможет ли это изменить экологическую ситуацию в городе. Ну, а я напомню, что завтра вы можете посмотреть нашу рубрику «Экология», где мы расскажем о состоянии воздуха и о тех превышениях, которые фиксировали на прошлой неделе. На этом все. Оля. Спасибо, Алена. Мы продолжаем экологическую тему. В Красноярске продолжается борьба с экологической безграмотностью. 18 февраля в Красноярске пройдет так называемый «Эко-квест». Он будет содержать не меньше шести локаций, разбросанных по всему городу. Какие именно задания предложат участникам и где будут расположены станции «Квеста», организаторы пока держат в секрете. Известно лишь, что на каждой локации будет своя тематика. Например, мониторинг состояния атмосферного воздуха в городе, раздельный сбор мусора, причины загрязнения окружающей среды и так далее. К участию приглашаются команды из трех-пяти человек. Возраст участников от 18 до 60 лет. Вся дополнительная информация об условиях по телефону 8 923 327 26 26. И к другим темам. Задержали прямо на месте преступления. Судебные приставы поймали грабителя спустя несколько минут после того, как он украл сумку женщины. Такая оперативность объясняется тем, что пострадавшая выходила из здания суда в Свердловском районе, когда на нее напали. По камерам видеонаблюдения приставы Дмитрий Марьясов и Александр Карпов увидели, как женщина гонится за вором. Преступника тут же удалось задержать. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Красноярские родители против того, чтобы их детям преподавали в школах религию. Больше половины из них отдают четвероклашек на занятия по светскому этикету. Такие данные приводят в городском управлении образования. При этом в мэрии считают, что родители зачастую делают свой выбор необдуманно и ошибаются. В новом учебном году чиновники намерены ситуацию изменить. Подробнее Виктория Столярова. Семья – это друг, друг и забота. Семья – это много домашней работы. О том, что семья – это хорошо, но трудно, четвероклассники 11 лицея рассказывают практически наизусть. О добре и зле ребята философствуют раз в неделю. В рамках урока по основам религиозной культуры и светской этики. Постулаты православия, ислама, буддизма или иудейства, а также мировых религий в целом приходится изучать наряду с математикой или русским. При этом, какой модуль выбрать, решает каждая семья индивидуально. Ольга Стреш решила, что рассказывать о Боге должны священнослужители, поэтому своего сына записала на светскую этику. Потому что, наверное, сейчас, знаете, в интернет они доступны им очень многое. И когда они где-то какой-то поступок сделали, чтобы они, наверное, уже осознавали, можно это или нельзя. Кстати, занятия по светской этике выбирает большинство красноярских родителей. Оно и понятно – выхода другого нет. Предмет обязательный, поэтому отказаться от изучения нельзя. На втором и третьем месте – мировые религии и основы православия. При этом занятия преподают не религиоведы. Сейчас уроки по основам религиозной культуры и светской этики в красноярских школах преподают в основном учителя начальных классов. Конечно, они проходят курсы по повышению квалификации и углубляются в предмет. Но по желанию родителей на такие занятия возможно и пригласить священнослужителей разных конфессий. Многие из семей духовно-нравственный предмет выбирают необдуманно, говорят в управлении образования. Поэтому родители будут анкетировать. Родитель пишет заявление, то есть курс. Но хочется, понимаете, эту работу перевести из формальной, не просто вот раздал, тебе родители написали заявление, дальше ты смотришь. А все-таки разговор с родителями по поводу оснований выбора, он точно должен быть в каждой школе. При этом, по словам преподавателей, нет задачи заставлять детей учить проповеди, мантры или Коран. На каждом из выбранных предметов религия изучается с исторической точки зрения. Мы на предмете по православной культуре затрагиваем различные нравственные качества. Это уважение к людям других конфессий, уважение к разным вероисповеданиям, уважение к традициям не только своего государства, но и к традициям других народов. Решить проблемы духовного воспитания за 45 минут в неделю вряд ли получится, уверены психологи. Да и понятие той самой светской этики, которую чаще всего выбирают родители четвероклашек, непонятно для экспертов. Ведь на таких уроках рассказывают, как должно быть в идеале, а не как есть на самом деле. Понятно, что есть идеал полной семьи, мама, папа и много детей, но реальность совершенно другая. У нас очень высокий процент разводов, у нас много детей растут в неполных семьях, либо когда родители живут раздельно и, в общем-то, как-то все устраивается. И, конечно, интересы таких детей и таких родителей тоже необходимо учитывать. И насколько это будет учитываться, опять же, для меня большой вопрос. К слову, как показывает практика, выбор предметов еще не дает стопроцентной гарантии, что урок будет действительно светским. Пример тому – случай в Сосновоборской школе, где на занятиях по основам светской этики звучали лекции, очень похожие на проповеди. После комплексной проверки Министерства образования и правоохранительных органов педагога уволили. Виктория Столярова, Виталий Суботин и Александр Тропин. Новости ТВК. Как вы считаете, нужен ли такой предмет в школе и насколько необходимо делить его на модули? Или же, по вашему мнению, изучение основ религиозных культур и светской этики должно быть комплексным, чтобы детям рассказывали обо всех мировых религиях? Эту тему обсудим сегодня в 20.30. Делитесь своим мнением по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 90-20, комментируйте в группе телеканала ТВК ВКонтакте и присылайте сообщения в Вайбер и Ватсап по телефону 8-923-165-45-00. А в 20.45 узнаем, что на этот счет думают эксперты. В гостях у Ильи Зайцева сегодня Людмила Григорьева, доктор философских наук, религиовед. И через три минуты в новостях ТВК. Сотрудники ДПС теперь вычисляют любителей тонированных автомобилей прямо на парковках. Через восемь минут в рубрике «Последнее предупреждение» о том, как не стать жертвой соседского ремонта. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск «Беги или умри». Родители красноярских школьников запугивают сообщениями о смертельной детской игре. Ее суть заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся автомобилем. Причем якобы вирусную рассылку ведет управление образованием. К слову, в самом ведомстве это опровергают, как и в ГИБДД. Там отмечают, что пока никакой информации о том, что дети действительно увлекаются такой игрой, им не поступало. Кто и зачем отправляет сообщения, неизвестно. Однако это уже не первый случай подобной смс-атаки. Например, раньше трендовыми были сообщения об отравленной жевательной резинке и о распространении ВИЧ-инфекции в общественном транспорте. Правдивость подобных сообщений не подтверждена. И о происшествиях. 76-й автобус загорелся в центре Красноярска. Все произошло в воскресенье 5 февраля на остановке Театра Кукол на улице Ленина. На кадрах видно, что на момент возгорания в автобусе уже не было пассажиров. Пламя помогали тушить очевидцы происшествия. В департаменте транспорта новостям ТВК сегодня сообщили, что проверка по инциденту еще продолжается. Однако, по предварительным данным, автобус загорелся из-за короткого замыкания проводки. Выгореть успел только моторный отсек. Также в департаменте отметили, что на линию транспорт вышел технически исправным. Напомню, это уже не первый случай возгорания автобусов в этом году. В январе на улице Мичурина автобус загорелся на ходу. Добавлю также, что мэрия признала красноярские автобусы пожароопасными еще в апреле 2016 года. Слишком темные авто теперь будут ловить прямо на парковках. Красноярские сотрудники ДПС начали вычислять нарушителей правил тонировки непосредственно на стоянках. Причем сразу штраф не выписывают. Водителям, можно сказать, дают шанс самим тонировку убрать. Прежде всего, дорожные полицейские фиксируют на фотографии, если на автомобиле лобовые передние стекла через чур затемнены. После этого информацию о владельцах нарушителей передают участковым полиции. И уже последние связываются с хозяином машины и рекомендуют тонировку снять. В полку ДПС отметили только за один день. Им удалось выявить больше ста подобных нарушений. Морозные ночи, но теплые дни. Прямо сейчас подробный прогноз погоды на предстоящую неделю. На прямой связи со студией специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Иван, у нас идет серьезное похолодание? Добрый вечер. Активные атмосферные процессы не позволяют надолго задерживаться у нас холодного воздуха на всей территории Южной Сибири. Мы же сейчас находимся на окраине Западно-Сибирского циклона. И в ближайшие дни мы ждем малооблачную и довольно теплую для данного времени года погоду. Со вторника по четверг городе ожидается бессущественных осадков. В ночные часы температура воздуха может понижаться сегодня до минус 20, в дальнейшем до минус 14, минус 17. Дневной прогрев будет составлять завтра около минус 10, в дальнейшем чуть теплее, до минус 5, минус 7 градусов. В пятницу, особенностью пятницы будет то, что приближающий с запада холодный фронт вызовет начало небольшого снега, однако будет все так же тепло. А в ночь на субботу этот фронт будет проходить по нашей территории, и он обусловит смену направления ветра на восточное. На выходные осадки пойдут на спад, в холодной воздушной массе сформируется антициклон, и действительно немного похолодает. В дневные часы предварительно ожидаем до минус 11, минус 15, а в ночное время температура воздуха может понижаться до минус 20, а есть вероятность, что и еще несколько ниже. Кстати, на прошлой неделе сурок Фил предсказал американцам позднюю весну, наши сибирские сурки еще спят, и за них в район ручья дывалась лисичка по кличке Весна. Так вот, она была также солидарна со своим заокеанским коллегой, потепление будет еще нескорым. Ну а мы еженедельно будем уточнять прогноз этого пушистого специалиста. Ольга. Спасибо большое. Специалист гидрометцентра Иван Гордеев был в нашем эфире. Мы продолжаем выпуск. Красноярский край, Березовский район, часть контура Пашни, номер 430. Именно по такому адресу зарегистрированы 100 жителей нового микрорайона в поселке Березовка. И получить нормальные адреса для своих домов они не могут. Это полбеды. Кто-то даже просто не может узаконить уже построенные дома. Дело в земельных разногласиях. Их сегодня решали на общем сходе граждан. Участки, которые люди давно покупали у коммерсантов, по документам проходят как личное подсобное хозяйство в черте населенного пункта. А по данным властей, это сельхозугодие, где любое строительство вообще запрещено. Только чиновники и жители узнали об этом недавно. На данных землях сельхозназначение можно строить только теплицы, самогательное помещение разводить, там хозяйство какое-то. А жилые дома строить нельзя. Кто делал это мошенничество? У них власти больше, чем администрация Березовка. В конце мая мне удовольствием рожать. Я буду вызывать скорую. На какой адрес? На контур пашни? И куда она поедет? У меня документы получала в 2014 году. Поставила дом, зарегистрировала, кадастровый паспорт, техпаспорт. До изменения поправки закона. А теперь они мне пишут штрафы и говорят, что я незаконно дом построила. Люди уверены, разом 100 человек, покупая здесь земли, ошибиться не могли. Чиновники лишь разводят руками. Сейчас они предлагают перевести земли под дачное строительство. Но для этого нужно подготовить и утвердить проект планировки, внести изменения в генплан, пройти процедуру публичных слушаний. Все это займет не меньше года. Но жители пашни не хотят присоединяться к дачному сектору. В этом случае на них ложатся расходы по содержанию строительства коммуникаций дорог. В самом поселке новый застроенный микрорайон брать тоже не хотят, так как строительство домов велось хаотично и не по правилам. До недавнего времени этот вопрос Березовскую администрацию тоже не волновал. Вот это вот, да, вот это я не знаю почему, но по идее надо было сразу все пресекать на корню. По идее? Ну, почему не пресекать? А теперь у нас на руках документы на собственность. Откуда я знаю? И теперь что нам теперь? Ну, теперь-то уже живите, конечно, кто будет сносить. Зачем? Дайте нам адреса. Дайте адреса дайте. Пишите заявление. Так мы сколько пишем? Мы сколько пишем? Нам отказывают. Дольщики комплекса Вестпарк тоже сегодня заявили о себе, повесив на улице Копылова растяжку «Власть молчит, стройка стоит». Таким образом люди пытаются привлечь внимание к проблеме, которая не решается уже много лет. Еще в 2013 году дольщики вложили деньги в строительство жилых высоток по улице Ленинградская. Два дома только сейчас получили заключение стройнадзора о соответствии проектной документации, но до сих пор в эксплуатацию не введены. Что касается третьего корпуса, готовность крайне низкая, поясняют в службе строительного надзора по краю. В числе пострадавших как минимум 139 дольщиков, которые выкупили там квартиру. И вот что рассказывают люди. Дома старые, ремонт. Кто будет виноват, если на вас упадет кусок облицовки соседского балкона и самое главное, куда жаловаться, чтобы предотвратить трагедию. Готова рассказать об этом моя коллега Екатерина Кашутчик в рубрике «Последнее предупреждение». Одни боятся, что сосулька на голову упадет, другие, что это будет фрагмент соседского балкона. Это я сейчас про жильцов вот этого дома. Переулок Школьный, дом 4. Построен дом в 1971 году. Примерно тогда же, говорят местные жители, здесь появились вот такие накладки на балконах. Каждый делал их как мог, из того, из чего мог. И многие говорят, что срок годности у вот этих вещей совсем уже истек, и устек давно, и совсем скоро они начнут падать людям на голову. Кто тогда будет виноват, собственник вот такой квартиры, который это сделал, или управляющая компания, которая не проконтролировала. Мы посмотрели в закон и выяснили. По закону ваша коммунальная организация должна следить за недопущением переоборудования балконов и лоджий. Это прямая обязанность управляющей компании. Ну и собственник тоже должен согласовывать все свои действия по любой перепланировке с коммунальщиками. Если этого не происходит, разбираться они должны между собой. Соседи страдать не должны. Если собственник жилья, например, ваш сосед, ничего ни с кем не согласовал, но вы не верьте в то, что все это безопасно, советуем вам обратиться в вашу управляющую компанию. Она должна прийти с проверкой. Этот совет даем и жильцам вот этого дома. Они должны обратиться в управляющую компанию «Жилфонд». Ее номер телефона мы оставляем на желтой карточке. Последний год здесь работает именно эта компания. Надеемся, она придет с проверкой и даст все-таки местным жителям гарантию, что на них ничего не упадет. Екатерина Кашульчик, Павел Тюкавкин. Последнее предупреждение. Третья медаль в копилке красноярец Сергей Коростылев завоевал свою третью награду на зимней универсиаде в Казахстане. Накануне там разыграли очередной комплект наград в биатлоне. Наша сборная, куда вошел и Коростылев, завоевала золото, опередив команды Казахстана и Украины. Это золото у Сергея уже второе. Свою первую почетную медаль он получил в гонке преследования, а еще одну уже серебряную в индивидуальной гонке. Соревнования у биатлонистов завершаются 7 февраля, но на следующий день состоится финал и самих студенческих соревнований. Следующая зимняя универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году. Я напомню, что мы продолжаем принимать ваши сообщения и сегодня спрашиваем, как вы считаете, нужен ли в школах урок религии, предмет основы религиозных культур и светской этики. Я напомню, что сейчас его проходят ученики 4 класса, их родители могут выбрать, будет ли ребенок изучать какую-либо религию отдельно или отслушает общий курс по светской этике и мировым религиям. Эту тему обсудим в 20.30. Делитесь своим мнением по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте, присылайте сообщения в Вайбер и Ватсап по телефону 8-923-165-45-00. Через 3 минуты в новостях ТВК. Почему Российская Академия Наук признала гомеопатию лженаукой? Через 8,5 минут как выглядит новый российский кроссовер и запустят ли его в серийное производство? Выведет онкологию на самых ранних стадиях. В Красноярске продолжаются профилактические осмотры населения, входящего в группу риска. Как правило, это граждане старше 50 лет. Такая процедура называется онкоскрининг. Он включает в себя, например, визуальное исследование кожных покровов, обследование полости рта, развернутый анализ крови, флюорографию и так далее. В прошлом году по этой программе были осмотрены почти 102 тысячи человек. В этом году квота онкоскрининга больше. Процедуру планируют провести почти 113 тысячам человек. Для того, чтобы пройти процедуру, необходимо обратиться в регистратуру или смотровой кабинет поликлиники по месту жительства. После первичного обследования врач-терапевт примет решение, нужно ли отправить пациента на консультацию к врачу-онкологу. И все-таки это не наука. К такому выводу в отношении гомеопатии пришли эксперты комиссии Российской Академии Наук. По их мнению, лечение гомеопатическими препаратами не имеет научных основ и обоснований, пишет газета «Коммерсант». Объясняется это тем, что в гомеопатии применяются сверхмалые дозы непосредственно лекарственных препаратов, которые никак не влияют на выздоровление пациентов. В докладе Российской Академии Наук подчеркивается, что клинические испытания в разных странах в разное время не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения. Кроме того, несостоятельными признали не только практическое действие препаратов, но и попытки теоретически объяснить их лекарственную пользу. И эту тему мы продолжим сегодня обсуждать в 23.00 с гостем в студии «Ночных новостей». Действительно ли гомеопатия является лженаукой или она реально может помочь? На эти вопросы ответит кандидат медицинских наук. Свои мнения и комментарии присылайте на наш смс-сервис. Номер 9020 в начале ТВК, затем пробел и текст. Кроме того, пишите в нашу группу ВКонтакте, а также в Ватсапе и Вайбере в Телеграме. Номер 8923-165-45-00. Половину дорог Красноярска обещают переасфальтировать за следующие 9 лет. Край попал в федеральную программу и получил рекордное за всю историю финансирование на дороге. Куда придет ремонт и хватит ли на него рук дорожных рабочих, знает моя коллега Екатерина Кашутчик. Я не хочу вам сейчас напоминать эту развязку на Брянской. Там как мы маялись и не хватало нам мощности. 5 лет у города ушло на Брянскую. Для сравнения, за следующие 9 лет город должен отремонтировать дороги протяженностью в полторы тысячи таких брянских. Нам на это уже выделено 26 миллиардов рублей. Половина из них федеральная, половину оплачивает край. На эти деньги в этом и следующем году мы будем восстанавливать дороги в городе и агломерации. А потом еще 6 лет строить новые и чинить самые крупные трассы. Стартуем уже сейчас. Уже в апреле должны выйти на первые городские дороги и потратить первые миллиарды. У нас с учетом двух вот этих объектов по универсиаде Волочаевской и Тихий Азори совокупный бюджет будет составлять 4 миллиарда рублей. Конечно, таких средств никогда не было на город Красноярск. Поэтому, конечно, задача стоит колоссально. Задача за 4 месяца тепла построить по пешеходному переходу будущих арен, отремонтировать коммунальный мост, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», проспект «Мира» и другие объекты. Всего их 70. Потом провести освещение на дороге в аэропорт и параллельно отремонтировать на треть больше дорог в районах края. Такой объем остро ставит кадровый и технологический вопрос. Я даже не исключаю, что, может быть, нам, входя в такую большую программу, предстоит, там, в перспективе с 18-го, с 19-го года, даже, может быть, принять какие-то программы субсидирования, оказания господдержки дорожно-строительным организациям на приобретение новой техники, своей новой технологии. За самый масштабный, самый дорогой в истории Красноярска ремонт дорог чиновники будут нести персональную ответственность. Например, за участок улицы «Мира», где совсем скоро начнется капитальный ремонт, отвечает лично руководитель департамента горхозяйства Игорь Титинков. В данном случае буду я отвечать непосредственно за эту работу. Здесь посписочно, непосредственно, здесь за каждую дорогу сформулированы все ответственные. И вот уже имеется такой утвержденный план по 41-му участку, где расписано, значит, и в конце согласованность со всеми руководителями, в том числе и руководителями районами администрации. Согласованность масштабной реконструкции дорог в целом горожане смогут оценить через несколько месяцев, когда начнутся первые перекрытия городских магистралей. Екатерина Кашучек, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. 14-й Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Ранее главная дискуссионная площадка по развитию региона проходила всегда в феврале. Но ее перенесли на весну по решению премьер-министра России Дмитрия Медведева из-за сочинского инвестиционного форума, который как раз запланирован на конец этого месяца. Накануне в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина прошел оргкомитет во главе с губернатором Виктором Толоконским. По мнению главы региона, немаловажным является привлечение большого количества иностранных гостей, экспертов и потенциальных инвесторов на Красноярский форум. Формирование списка участников продолжается. Главными темами КЭФа станут развитие экономики России на ближайшие 6 лет, стимулирование предпринимательства, проблемы с экологией и въездным туризмом. Я часто, когда со своими коллегами работаю в регионе, я им напоминаю про многие страны, придите в любой музей, в любой парк в Китае, вы увидите огромное число экскурсий внутренних. Каждый школьник, каждая семья считает своим долгом изучить эту историю. Это уже в традициях, это в ментальности людей. Так и у нас будет развиваться и маршруты организованные, и туризм, я уверен, будет очень бурно развиваться. Регулярно дорожает, но тем не менее, самый дешевый в стране. Речь идет о бензине. По данным экспертов информационного центра «Кортес», автомобильное топливо в Красноярском крае продается по самым низким тарифам. Минимальная цена за литр самого ходового топлива марки АИ-92 оказалась именно в нашем регионе и составила 33 рубля 34 копейки. В то время как самую высокую цену, почти 49 рублей, зафиксировали в Якутии. Самый большой и систематический рост цен на АИ-92 в январе обнаружили в Калининградской области. А минимальное удешевление было отмечено в Иркутской. Напомню, что с нового года цены на бензин на разных заправочных станциях в Красноярске меняли несколько раз. Например, в сети «Газпромнефть» 92-й бензин стоит почти 33,5 рубля. На «Красноярскнефтепродукте» 33,70 рубля, а на «Магнат РД» 33,80. Новый полноприводный российский. В сети появилась первая фотография макета кроссовера УАЗ-3170. По информации издания «Автомейл.ру» УАЗ заказал разработку новой модели на стороне. Несколько вариантов нарисовала студия «Нами», другие от «Лепенинфарина». При этом не сообщается, где и при каких обстоятельствах сделана фотография УАЗ-3170. Отмечу ранее, генеральный директор компании Вадим Шевецов заявил, что УАЗ начнет производство нового кроссовера не в 2019 году, а на 2-3 года позже этого срока. В то же время и вовсе была информация, что проект создания нового УАЗа на Ульяновском автозаводе приостановлен. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание и готовы пообщаться со зрителями на тему. А как вы считаете, нужен ли в школах предмет основы религиозных культур и светской этики? У нас есть звонок в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Николай, как вы считаете, нужно ли детям изучать какую-то конкретную религию в школе или такой предмет, который включит в себя разные знания о разных религиях? Нет, изучать-то может и надо, но только чтобы это было свободным посещением. Это не обязательный предмет. Почему это делают обязательным предметом? Вот как бы вот это мы правильно. Дома могут родители объяснить, раз уж у нас модернациональная страна и много разных религий живет, не учится в одной школе даже, то как-то по-другому надо. Ну, никак, чтобы не было обязательным предметом. Но в школе, я считаю, для того, чтобы изучать все-таки математику, русский, литературу, физкультуру, преподавать детям труд. Ну, как бы религию, я считаю, все-таки на добровольной основе это надо. Хорошо, спасибо большое. И еще один телезритель дозвонился к нам в студию. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Алена. Я хочу высказать такое свое мнение. Почему никто не задумается о том, что будет проблема внутри семьи, если родители поддерживаются одной религии, а ребенок после 14 лет имеет уже право выбирать самостоятельно, какую религию ему изучать, и пойдет наперекор своим родителям. Возникнет проблема внутри семьи. Это во-первых. Во-вторых, элементарно просто у детей в школе большая загруженность. И зачем еще это вводить? Я считаю, что это лишнее. Тем более, когда в школе мы изучаем уроки истории, в истории, когда мы проходим какие-то там разные времена, мы уже затрагиваем моменты про религию. Это, мне кажется, достаточно, ну, хватит того. И чем что-то вот узнать новое. Спасибо большое за ваше мнение. Прямо сейчас к вашим сообщениям из соцсетей, их зачитает Елизавета Курочкина. Лиза, что пишут телезрители? Ольга, ну на самом деле как-то разграничить все мнения нельзя. Все-таки они определены достаточно. Я бы сказала, что даже абсолютное большинство считает, что религия, так сказать, не разграниченная по модулям, никак единый предмет в школах не нужна. Вот сообщение. Однозначно против изучения религии в школе вообще. Россия, светское государство, хотите обучать ребенка религии, ваше право водить его в воскресную школу, например. Я лично в школе буду резко против какого-либо религиозного блока. Получается, что для детей религия обязательно, а как же свобода вероисповедания? Какая религия? Вы вообще про что? Я против, что за навязывание? Есть, конечно, и обратные мнения, их не так много, вот одно из них. Лично я ничего ужасного в данном предмете не вижу. Причем здесь навязывание веры. Детям просто рассказывают о том, как христианство пришло в Россию, как вести себя в храме, почему бы детям не знать о заповедях и еще одной версии происхождения человечества. Но есть одно мнение, которое можно назвать, так сказать, золотой серединой в этом вопросе. Если уж хотят обучать данному предмету, то пусть его вводят не как обязательный предмет, а как факультатив для желающих. Теперь к сообщениям с СМС-сервиса. Тут примерно такая же картина. Почти все считают, что это не нужно в школах. Бедные дети, у них и так очень много лишних уроков, тем более в начальных классах. Что творится с образованием? Ужас. Не надо принуждать детей, сами разберутся с религией. Когда вырастут пока такие сообщения, продолжайте нам их отправлять. Зачитаем еще. Ольга. Спасибо, Лиза. Мы продолжаем принимать ваши звонки по телефону. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Светлана Ивановна. Вы что думаете по этому поводу? Я считаю, что не нужно. И вот многие впереди выступающие говорили правильно. Почему мы должны, извините, может быть грубо скажу, всех в стадо поставить и идти по линейку. Каждый действительно выбирает то, что нужно. И родители, когда вырастут дети. Действительно нужно, чтобы дети изучали русский литературу, все такие нужные предметы, чтобы лучше учились и поступали во все институты. А то получается мы туда бросаемся, туда бросаемся. В конечном счете у нас ничего не получается. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я тоже считаю, что не нужно добавлять в программу для изучения в школе религию, потому что этим должны заниматься профессионалы, то есть священники, которые создают в открестной школе. Духовный мир человека – это очень серьезная область в жизни для человека. И там должны только профессиональные люди обучать. В школе, вкратце, как это предполагает школьная программа, невозможно правильно преподать понятие, что такое лидер, для чего она нужна человеку. Это происходит в семье, это происходит в церкви, это происходит в воскресной школе, но никак не в общеобразовательной школе. Общеобразовательная школа должна заниматься общим образованием. Это будет правильнее, потому что те священники или иные преподаватели, которые окажутся преподающими этот предмет в школе, они могут быть просто непрофессиональны в этом опросе, но творят очень много бед. А духовный мир человека – это все-таки очень серьезная область в развитии духовного человека. Я считаю, ей нужно. Ну а как вы считаете, все-таки вот такой предмет основы религиозных культур, почему вы считаете, это плохо, если ребенок будет знать... Дело в том, что у нас не все священники, даже, которые в церкви служат, хорошо владеют знаниями о религии, а что говорить о преподавании в школе, где может этим заниматься обычный преподаватель, и далеко не священник. Понимаете, это очень серьезная область духовного мира человека. Я знаю. Спасибо большое за этот звонок. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Так, Алла Михайловна, я считаю, что сначала надо поменять нашу конституцию, потому что церковь у нас отделена от государства, а потом уже вот такие вещи, и только после опроса населения. У нас как бывает, 95% против, а вот возьмут и введут эти уроки в школах какой-нибудь там чиновник по договору с нашим митрополитом или с кем-то еще. А все-таки вы считаете, четвертый класс, это слишком маленький вид для того, чтобы... Категорически против. Категорически. Церковь отделена от государства. Вот пусть они там и вешат свои дела. Спасибо большое. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Зинаида Антоновна, а вы как считаете, нужно ли вообще вне школы изучать подобные предметы? Дело в том, что никогда в последнее время... Я сама с этим столкнулась, у нас церковное ничего не училось. Поэтому если в школе просто введут предмет, который обзор сделает, что к чему... Ведь родители же ведут детей в церковь. Так ведь? Да? И хоть ребенок будет понимать, что к чему, зачем его привели. Вот эту вот обзорку делать. И я просто понять не могу, почему такая тяжелая и, как сказать, непонимание. Мы же ведь православные. Спасибо большое. Ну, в наших школах учатся не только православные дети. Еще один звонок в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Марина Алексеевна. Я хочу вот что сказать. Ну, во-первых, как говорили уже до меня, церковь отделена от государства. Во-вторых, существуют православные гимназии. Пожалуйста, пусть организуют православную гимназию и там изучают. Во-вторых, значит, дети учатся очень разных религиозных направлений в одном классе. Вот когда мы учились, мы не понимали, кто мусульманин, а кто православный. Мы все учились и понимали только хороший человек или плохой человек. А в церковных школах, пожалуйста, пусть изучают основы религии, закон Божий и все, что хотят. Вот. И потом, знаете, что вот эти все разные направления религиозного изучения в школе, по-моему, это приведет к конфликту между детьми. Спасибо большое. Вот такие мнения сегодня по этому вопросу. Далее на канале ТВК полезная информация и программа «После новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова